ПЕСНЯ Добрый день, Владика. Сегодня наша очередная встреча. Вопросов накопилось немало. Давайте постараемся ответить на те, которые, во всяком случае, на большинство, их очень много. Вот такой вопрос. В истории известны случаи, когда будущие святые, упоминается в частности Дмитрий Донской, равноапостольный князь Владимир, совершали убийственные грехи. Как же такие люди были канонизированы, спрашивает учитель истории, или величие их дел во благо Отечества превыше всего? Ну, святые есть, святые такие, ну, заслуженные, скажем, деятели в отношении Отечества, как Александр Суворов, даже поднимали его вопрос о канонизации. Он действительно для России многое сделал. Но церковь не этим руководствуется при канонизации. Те, которые канонизируют, это люди, которые достигли святости. Святость что такое? Не совершенство нравственное, не, это как бы следствие уже святости. Святость это состояние человека, когда в него вселяется обильный Дух Святой. Он становится полноценным человеком, каким создал его Бог. К этому должны все мы стремиться к святости. Но вот некоторые герои Духа, подвижники, они достигли, и у них уже церковь свидетельствует, что они достигли цели, достигли святости. Хотя некоторые действительно из них были грешниками, и не только раноапостный князь Владимир Великой. И грешницей была, потом стала святой преподобная Мария Египетская, которая святостью превзошла тех, кто никогда не знал греха. Здесь немножко другие критерии. Отнюдь не заслуги перед Отечеством. Хотя это похвально, конечно, и приветствуется Церковь, и любовь к Отечеству в отношении канонизации. И, конечно, святые это те, которые уже достигли, которых мы знаем, что они достигли Царства Небесного. О других мы можем только надеяться, говорить, но вот уже, если он святой, значит, он достиг Царства Небесного, уже Церковь об этом знает. И этот человек имеет делизновение перед Богом, молиться за тех, кто к нему прибегает за помощью. Потому что святые они живы, и не видят, и слышат нас, когда мы просим их помощи, с верой, если просим. Если нам не во вред, то помогают нам. Вот такой вопрос. Довольно часто слышишь в средствах массовой информации, да, и от некоторых специалистов, что супруги должны быть совместимы по гороскопу. А как к этому относится Церковь? К гороскопу Церковь относятся очень отрицательно. Признают это демоническим изобретением, отнюдь не божественным. И поэтому, конечно, не советуют руководствоваться этой системой ценностей. Для своих чат, трестьян, Церковь советуют, чтобы они, если хотят жить в мире, любви и согласии, чтобы они исповедовались в одного священника. То есть был духовный наставник, который, конечно, идеальные семьи, наверное, редко встречаются такие, где нет никогда ссор. Но обычные семьи, даже христианские, если ссоры возникают, духовник помогает найти точки возврата, соприкосновения, помириться. Это очень важно. Но для христиан, мы можем, для неверующих, я не знаю, у них другая система отсчета ценностей. Чтобы был счастливый брак, нужно молиться, в первую очередь, Господу, Божией Матери, твоим святым покровителем, ну и, конечно, готовиться к супружеской жизни. И не просто так встретились, и сразу поженились, или даже не поменчавшись, уже начали жить. Это залог несчастной жизни и непрочной семьи. Нужно, чтобы, ну и, да, как говорится, как один из современных святых, преподобный поэзий афонский, говорит, что нужно до супружества узнавать взгляды противоположной стороны, совместимы, несовместимы, чтобы, допустим, там, скажем, жена хочет иметь детей, а муж не хочет. А потом уже, когда поженились, ах-ох, заранее эти все вопросы обсуждать, чтобы были точки, как говорится, прикосновения, понимания. Потом уже жить плотской жизнью, повенчавшись, получив благословение Божие и Божественную поддержку. Вот такой вопрос. С удовольствием осмотрю Ваши передачи. Вы очень доступно объясняете. Но, видимо, телезрительница наша не все-таки передачи смотрела, потому что задают вот такой вопрос. Так есть ли жизнь после земной смерти? Потому что эту тему мы не раз касались и довольно подробно обсуждали. Ну, тем не менее. Ну, это и соль, и суть христианства, что оно приоткрывает эту тайну жизни после смерти. Об этом говорит и Создатель Вселенной в Евангелии, что жизнь существует, что у Бога нет мертвых. Только человек переходит из менее совершенного состояния, более совершенного состояния. Первая ступень бытия человека – это вочерево-матери. Вторая ступень бытия, когда он определяется с Богом ему жить или с темной силой. Это земная жизнь. И уже третья ступень – это полноценная жизнь, жизнь вечности или же полноценное мучение. Если нету жизни загробной, как говорил апостол Павел, а мы в это верим, мы самые несчастные люди. Ну, а потом ведь даже и наука утверждает, сейчас медицина та же, которая возвращает их жизни умерших, так называемой клинической смерти, люди возвращают, свидетельствуют. И причем рассказывают, допустим, подробно операцию, они были под наркозом, но когда душа выходила из тела, видели и потом пересказывают, что врачи говорили, какие, как бы сверху наблюдали продолжающиеся операции, видели родных, ну, по-разному, сколько там минут было эта смерть. Были особые случаи, что человек на несколько дней обмирал, в 20 веке множество таких случаев было. Поэтому не только церковь, веру утверждает, христианская, но и науку утверждает, по большому счету. – В церкви стоит много подставок для свечей, а какие свечи и куда надо ставить? Это начало вопроса, но и как продолжение, вот человек, историк, кстати, учитель спрашивает, раньше говорили, что свечи покупаются и ставятся в церкви для освещения храма. Теперь электричество в храмах. Зачем все-таки нужны свечи? – Два разных вопроса, может, начнем со второго. Я впервые слышу такое толкование, что свечи приобретаются для освещения храма. – Признаться, я тоже впервые слышу. – Всегда церковь уча, что свеча – это добровольная жертва христианина Богу. Если у тебя, конечно, должна быть глазковая, высокого качества, чтобы, ну, это символизирует чистую жертву, и это предписано, в принципе, в Ветхом Завете Богом через Моисея. Это человек дает то, что может дать в жертву Богу. Конечно, обычно это делается с молитвой, и Господь на эту жертву тоже отзывается, воздаёт благами. Но называются не подставки, а подсвечники. Они действительно в разном храмах, где больше, где меньше, но обычно так называемая икона посреди храма, это икона праздника или воскресенья, или какого-то праздника, там ставятся свечи, а вы чаще всего стараются поставить свечу чтимые иконы. У нас, например, Жировицкая икона Божьей Матери. Ну и, конечно, если есть умершие родственники, если панихидный столик, там тоже подсвечник. Обычно стоит, тоже ставится там свечи, упокои, и молится верующие о упокоении своих родственников. Но по желанию есть икона святника Николая. Кто почитает этого святого, тоже старается поставить свечу. Кто-то почитает Матрону, получил от неё, по молитвам к ней от Бога получил какой-то дар, или бесплодные были, скажем, родители, ребёнок родился, уже чтут этого святого и обращаются к ней, или какие-то были беды, проблемы, разрешились по молитве к ней. Вот приходят в храм, тоже считают, так сказать, своим долгом поставить свечу. Но это уже такие частные случаи. Но в основном это иконы праздника, и если есть у собщих родственников, то есть за упокой. В храмах, как правило, много икон. Каким иконам надо прикладываться, задает вопрос телезритель. Ну, обычно, если говорить вообще о храмах, это прийти нужно в храм, трижды перекреститься благовейно, осознавая, что мы входим в Дом Божий, вместо особого присутствия Божия, поклониться на две стороны уже молящимся, и, конечно, это нужно стараться сделать до службы, чтобы не толкать никого, не мешать и службе, и молящимся. Ну, и приложиться, в первую очередь, к иконе праздника, называется. Ну, обычно икона посреди храма находится. Если есть возможность приложиться, если есть чудотворные иконы, или особо чтимые иконы, ну, и святые, которых почитает христианин, опять же, или имя носит. Ну, тоже святитель Николай, например, или какой-то, ну, скажем, преподобный Марии, епицкий другой. То есть, кто-то имеет усердие прикладывается к новым иконам, но, конечно, здесь нужно стараться, чтобы не толкать людей, не создавать суеты, не мешать молиться. Очень все благовейно в храме нужно делать, вот этим нужно руководствоваться. Вот такой вопрос. К известному старцу Митрофану в свое время ехало множество страждущих за советом, поучением, в поисках душевного покоя. А есть ли теперь в Жировицком монастыре или в Новогрудской епархии такие старцы? Ну, вы знаете, в церкви, может быть, это и, ну, как сказать, досадно. Мы узнаем о подвижниках, когда они уже уходят в мир иной, чаще всего, или же при конце их жизни. И вообще-то это не только в церкви. Мы вспоминаем о людях, заслуженных людях, иногда только после того, как они уходят в мир иной. Но в церкви здесь это, ну, какая-то не ошибка, а я назову промыслом Божиим, потому что человек, пока находится в земле, находится в борьбе со злом, который находится со страстями внутри себя, с темными силами. Поэтому борьба, или это называется духовная брань, война, говоря, по-русски, по-простому, а на войне не всегда побеждают, бывают и побежденные. Поэтому человек, Господь и не дает такой вот славы тому, кто находится в борьбе, потому что он может и погибнуть. Самое важное, видосимое спасение. И поэтому мы узнаем, вот сейчас буквально недавно, буквально, может, лет 10-15 назад узнали, что был такой святой. И, в принципе, на Афон ездил, он еще был жив, преподобный Паисий Афонский. Всемирно сейчас известный святой, который очень многим тысячам людей помогает. И прижизненно помогал, и сейчас к обращающимся. У него, это уже было недавно, на Майоке постоянно люди, люди, очередь, чтобы только помолиться на Майоке, поклониться ему, попросить в своих нуждах. Преподобный Паисий Афонский, общением ничего не знали. Сейчас вот такой тоже святой подвижник, Иосиф Иосиф Хаст его называют, тоже на Афоне подвязался. Его ученики сейчас в многих монастырей возрождают. Один даже ученик ближайший в Америке, где там совершенно другие ценности, 20 монастырей создало. Это вообще чудо. Поэтому, ну вот, узнаем, как говорится, именно тогда, когда они уже, как говорится, прославлены Богом, вот так бы правильнее сказать. И поэтому я не могу сказать, что есть такие, как отец Митрофан, или нет. Но могу сказать, что есть такая народная пословица, что к пустому колодцу за водой не ходят. Пришли один раз, нет воды, другой раз нет воды, третий раз не пойдут. Обитель Жировицкую, в частности, едут люди, чудотворные иконы молятся, окунаются в источник, беседуются с священниками, получают пользу, и даже происходят чудеса и в наше время. Поэтому с верой, с молитвой человек получает благодать. Получает. Поэтому, ну а так ответить, может быть, они и есть, но пока неведомы нам. А вот такой вопрос. Как относится церковь к снам? Женщина, довольно серьезный человек, педагог, рассказывала, что за неделю до смерти родителей приснился ей страшный сон. Как толкование в сонниках, это были слезы. Вот как церковь относится к снам? Церковь к снам относится очень осторожно. По толкованию учителей церкви есть три вида основ. Сны от Бога, сны бытовые и сны, которые мы видим под действием темных сил. Сны от Бога бывают тем людям, которые достигли святости. Это один из миллиарда, может быть, может и меньше. Но, к сожалению, в истории христианства немало случаев, даже подвижников, которые очень сильно подвязались, но доверились нам, что бесы в снах наставляли их и погибли. Кто там бросился в колодец, кто там поднялся на гору, прыгнул с гористу, думал, что евангелы понесут на крыльях. И поэтому церковь тем, кто прислушивается к ее мнению, говорит, что не верьте снам. А в Библии даже есть такая фраза, доверяющая снам гоняется за ветром. Можно ветер поймать. Вот так вот сон. Но навредить себе очень-очень можно. Это единственные сны, с которыми нужно отнестись со вниманием. Это сны, которые побуждают покаяние человека. Ну, а потом бесы имеют опыт, они уже, так сказать, несколько тысячелетий, и гораздо умнее нас. И в силу своей учености, так назовем языком светским, они просчитывают что-то, даже какие болезни у человека, когда он может умереть, и мы с ним могут подсказать, предсказать. А человек начинает доверять снам и погибает. Поэтому церковь категорически против доверия снам. Вот такой вопрос. В Новогрудских ипорхиальных ведомостях, номер 12 за 2015 год, прочитала, что американский ученый доказал рождение человека с геном доброты. Школа, семья воспитывают в детях доброту. Так не напрасна ли эта работа, спрашивает педагог, если уже, так сказать, изначально ген доброты заложен. И, как продолжение вопроса, задает человек вопрос, кто же все-таки должен воспитывать больше или азам доброты? Семья или школа? Ну, вы знаете, если человек рождается маленьким, мы сейчас знаем, что человек, и мы стараемся его воспитывать. В надежде, что он будет, если не ученым, то грамотным, разумным, рассудительным и принесет большую пользу отечеству. Если воспитывать обезьяну, очень много труду нужно приложить, успех небольшой бы, потому что у него этого гены нет, доброты. То есть, если ген доброты есть, это не значит, что надо на самотек все пустить, и этот ген выведет человека на правильный путь. Нужен человека, он предрасположен добру, и это, я бы сказал, это вот терминология ген доброты, это светская фразеология. Мы исповедуем христиане, и об этом говорит Библия, что человек создан по образу и подобию Божию. То есть, у него заложены зачатки, богоподобные свойства. Но их нужно развивать, нужно его воспитывать. Ну и, конечно, в первую очередь, должны воспитывать родители. Потому что воспитание словом, оно, конечно, тоже свои действия имеет, но больше всего человек смотрит на пример. И, как и вы, родители, дети стараются с молоком матери все это впитывать, поведение, образ, мысль, слов, действий. Как в народе говорят, яблоко от яблони далеко не падает, так и в жизни получается, что бы ни говорили родители, что бы ни говорила школа, если, например, отец курит, трудно сына воспитать не курящим. Или если отец пьет, трудно сына, чтобы был не пьющим. Хотя и такие случаи бывают, но я говорю, трудно. Первый пример. Трудно это. Трудно это. Трудно это. Вот. Пример. И, конечно, родители, например, они несут ответственность перед Богом за свои дети. А школа должна быть им в помощь. Конечно. Ну и можно сказать, что где-то в школе, я думаю, может быть, это не совсем правильно, что все-таки больше внимания уделяется изучению таких естественных наук, а не нравственных законов, которые даже вот, скажем, человек может в жизни ему не пригодиться. Химия, физика, геометрия, высшая математика. А уже большинство молодых людей создают семью. А как вот подготовиться себя к этому, как вести себя, ну, даже вот такой буквально на днях пришла вот мысль, иногда вот меня от Бога, что вот дети больными рождаются там такие вот. Ну, вот представьте, какой-то завод собирает машину. И бывают случаи такие, что там, ну, недобросовестно рабочий, надо закручивать гайка, он молотком. Молотком. Шурупы так в кафе захоняются. Да, вот так. Много такие примеры. То есть, вот завод создал машину. Она, говорится, хромая, ломается. Кто виноват? Что Бог виноват? Виноваты люди. Им Господь дал разум, руки, ноги, глаза, и они, чтобы они, и дал им возможность быть у него с работниками, сотрудниками. Но он должен добросовестно трудиться. Так и человека воспитать, создать человека. не только родить, это тоже высшее. Сейчас сколько бесплодия, а еще вот этот вирус изобрели зика, который вообще бесплодие приносит. Это величайший, кажется, дар Божий, создавать по образу своему человечков. Маленький, который вырастет, но их воспитывает, нужно, нам нужна величайшая ответственность. И нужно не в юности жить, как хочу, как говорится, решить, блудить, себя коверкать, вводить в свою генную систему разные дурные программы. Потому что все, что на ребенка выльется. Надо вот, поэтому со школы надо это все объяснять и детям, что жизнь это очень, к жизни нужно относиться ответственно. Это должно быть на первом месте. но, к сожалению, пока сейчас, конечно, и подписано сотрудничество между церковью и государством и образованием Министерства образования. Сейчас это как-то больше внимания уделяется и хочется верить, что принесет добрые плоды. Такой вопрос. Чем отличается малое освящение воды от великого и можно ли употреблять святую воду после еды или только натощак? Ну, великое освящение воды совершается на крещении, праздник крещения, когда крестился Господь наш Иисус Христос или этот праздник отмечается. Малое освящение воды может совершаться чуть ли не каждый день. Например, Тройца Сергея есть на особо часовом, часов, храмик небольшой, там по заказу верующих, если они каждый день, то чуть ли не каждый день водосвятные молебны. По силе сказать, ну, и та вода святая, и та святая, как нету прибора, который измирает миру святость, ну, и, конечно, воду принимают из благовения к святыне натощак. Но бывают случаи, особенно демонского нападения, когда на человека нападают, то советуют подвижники и, так сказать, и лицо мачивать, и руки святой водой, и даже немного принимать, чтобы из святыни оградиться от злой силы, темной силы. Вот. Ну, и вот такой был, был, или есть такой святой великий в нашей церкви, преподаватель Серафим Вырыцкий, который во время болезни советовал каждый час по чайной ложке принимать святую воду, которая своей энергетикой подавляется эти вот, ну, негативы в организме. И кто с верой это делает, то и исцеляется. Вот такой вопрос. Молодежь нынче увлеклась куклой в воду. Не дьявол ли вселился в такие игрушки? Ну, к сожалению, да, кто не идет, уходит от света, тот неизбежно идет во тьму. И это не только воду есть, вот эти покемоны сейчас, это эпидемия очередная, которая губит человеческие жизни. Но, насколько я слышал об этом, об этом увлечении, это действительно демоническое увлечение, ведь какой самый главный закон для христианина, да и для всех, кто хочет жить на земле счастливо, возлюби Бога всем сердцем твоим, всем помышлением, всей душей твоей, ближнего, а ближнего, как самого себя. Вот это самый главный закон, к которому нужно стремиться, который должны исполнять все люди, чтобы жить счастливо. Это же, так сказать, вот это увлечение, оно ведет к обратному, к злобе, вражде, развитию этих страстей, ну, естественно, к тому, что на земле будет, если будет это поваренное увлечение, воцарится ад. Такой вопрос. Иногда встречаюсь людей, которые просят милостыню, но знают, говорит человек, что они, получив эту милостыню, используют его, но не для того, чтобы утолить жажду, не для того, чтобы утолить голод, а, как правило, употреблением спиртного. Вот как к таким людям относиться? Как давать им милостыню? Вы знаете, нужно здесь в первую очередь помнить слова самого Творца Вселенной, что счастливы эти люди, скажу по-славянски, блажение милостиво, ибо они помилованы будут. То есть, подающий милостыню делает пользу своей душе. Он ложит на небесную сберкнижку те средства, которые у него есть через нищих, через нуждающихся, тому, что можно иметь миллионы долларов и, так сказать, их оставить на земле и ничего не иметь вечности, а можно и небольшие деньги иметь, но разумно ими распоряжаясь. Конечно, человек нуждается и в тепле, и в еде, и в одежде. Вот, если семья, нужны детей кормить и учить, но христиане все равно стараются на небесную сберечь книжку, хоть что-то положить, чтобы придя туда что-то иметь. Вот это важно усвоить, что мы в первую очередь делаем добро себе, когда помогаем ближнему. Конечно, смущается душа, когда видишь, что человек пьющий, действительно, а еще, когда знаешь, что действительно пойдет, опять напьется, то есть, что мы как бы во зло помогаем ему. В таких случаях, когда нет возможности помочь ему, ну, скажем, тебе будет булка и хлеба, например, в церковь практикуется такая, что ты просишь помощи, вот тебе талончик, вот такую-то столовую сходи, тебе на этот талончик накормят. То есть, чтобы человек, ну, действительно, не во вред его здоровью и душе и телу послужил этой помощи. Ну, тоже это, ну, не все могут так заниматься, этим такие дела делать. К этому нужно стремиться, чтобы было и польза, и нам польза от милостыней, и тому человеку пользу. Но если этого невозможно, то хотя бы подать хоть какую-то мелочь, что, во-первых, в каждом человеке образ Божий. И, и, если мы отвергаем образ Божий, мы, значит, отворачиваемся от Бога. Поэтому ни в коем случае нельзя презирять этого человека. Потом мы не знаем еще, как сами жизнь закончим. Пока нам хорошо, нету великих испытаний, мы тут считаемся героями. А когда ведь разные бывают в жизни ситуации, что человек ломается. Поэтому и этому человеку, даже если не помочь, как-то участие проявить, у него может сердце растаять, он может быть, как говорится, впереди забрежет свет, и он бросит его постыдную страсть. Поэтому по-любому нужно к нему состраданием относиться. И даже, если не о чем помочь, по бедности, то вздохнуть о его несчастной жизни. И это тоже польза, и это духовная милостыня. То есть, нужно относиться состраданием к этим людям. Как говорил один из святых, что в больнице не осуждают слепой, хромого, хромой и слепого, а каждый, чем может, старается поддержать и помочь. Так и в нашей жизни человек сломался. Может быть, очень был самоуверенным. Считал, что он такой необычный, что ему так все по плечу, море по колено. Жизнь не рассчитал силы, и все. Потом не видеть смысла. То-то близкое человека потерял. Там осуждать ни в коем случае нельзя, но помочь чем можем? Нужно и поддержать все. Вот такой вопрос. Ребенку купили именную икону. Подойдет ли она для крещения? И зачем для крещения нужна икона? И обязательно ли покупать икону в церкви? Вопросов очень много. Во-первых, для крещения это человек когда принимает младенец как правило взрослый когда крестится дается им имя какого-то святого чтобы этот святой был покровителем помощником и в земной жизни особенно когда нужно идти к Богу будет проходить митарство и конечно чтобы обращаться не забывайте о нем люди приобретают иконы этого святого просят его молятся ему где приобретать ну это уже надо исходить из средств возможностей разной традиции сейчас возрождается традиция так называемой мирной иконы когда рождается ребенок замеряют его длину 42 сантиметра или 48 и такого размера пишут иконы заказывать иконописцам но это уже у кого есть средства потому что описаны иконы частные или индивидуальный заказ он конечно гораздо дороже кому не позволяет средства посмотрели в иконной лавке конечно где-то покупать иконы нужно чтобы были мы были уверены что это икона православная каноническая чтобы это не было какой-нибудь вуду ну вот я уже так утрирую но бывают такие иконы что просто не знаешь что это икона или вообще не пойми что ну что ж дай бог что мы всегда выбирали в своей жизни все то что угодно Всевышнему буди 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 только будем от этого рады и счастливы если будем знать как это делать и у нас получится то и а Субтитры создавал DimaTorzok